Здравствуйте! Эфир канала Россия продолжает региональные вести. В студии Наталья Пронькина. Смотрите сегодня. Рязань возвращается в 90-е. Причина взрыва машины в центре города носит криминальный характер. Бесконечная смена фирм и уход от ответственности. Новые факты о работе полигона промышленных отходов в Турлатове. Чтобы перевести помещение в нежилое, потребовались мертвые души. Как в Рязани проводят собрание жильцов. Более трех тысяч рязанцев минувшей ночью окунулись в Иордань на Ореховом озере. В сам праздник крещения очереди и в купели, и к святым источникам. Девушка, пострадавшая накануне во время взрыва автомобиля, остается в стационаре. Ее состояние удовлетворительное. Первоначальная версия причины взрыва неполадки с топливной системой не подтвердилась. И сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жанна Алпатова с последней информацией. Сейчас АЧП мало что напоминает движение Пущино в обе стороны. Открыты пешеходные зоны. И лишь кровь на асфальте, как свидетельство того, что произошло накануне. Сильный хлопок, черный густой дым. И женщина-водитель каким-то чудом смогла остановить машину. Сидел на кухне, услышал грохот. Громко у меня руками стричь. Сюда очевидцы смогли перенести женщину. Первую медицинскую помощь оказали сотрудники близлежащей частной клиники. А уже через несколько минут приехала реанимация и полицейские. Сегодня медики от комментариев о состоянии потерпевшей отказались. А потому съемки пришлось вести неофициально. Десятка врачей у нас находится в беспорядном состоянии. Вы все спокойствие, что я могу сказать. Операция вчера была проведена? Все хорошо. Она в реанимацию привезена? Ну конечно, у нас по стандартам, по логинам, после операции обязательно люди не дают реанимацию. Сразу после взрыва движение на участке улицы Свободы с пересечением Фрунзы до Маяковского было перекрыто. Оцепление не снимали до поздней ночи. На месте ЧП работали следователи и криминалисты. Поначалу выдвигали версию о неисправности в топливной системе. Сегодня утром в Следственном комитете эту информацию опровергли. В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к кузову автомобиля было прикреплено взрывное устройство, снабженное поражающими элементами. И сегодня уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство», совершенное общественно опасным способом. Прорабатываются две основных версии случившегося. Это личная жизнь и профессиональная деятельность. Потерпевшая была председателем нескольких ТСЖ. Мне просто жалко как человека. Я не знаю ее лично, про ее деятельность я ничего не знаю. Просто жалко как инвалидом теперь остался человек на всю жизнь. Степень тяжести полученных ранений еще предстоит выяснить врачам. Следователи продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего. Жанна Алпатова, Александр Бредихин, Вести, Рязань. Более 300 торговых точек за три недели проверил Рязанский Роспотребнадзор на наличие на прилавках спиртосодержащей непищевой продукции. Запрет на продажу действует по всей России с 26 декабря. Ввели его после массового отравления жителей Иркутска спиртосодержащими настойками. Тогда погибли более 70 человек. В Рязанской области так называемые фунфурики обнаружены у 14 предпринимателей. С реализацией снято около 15 литров настойок. Рязанцев просят обращаться в Роспотребнадзор, если они увидят боярышника и спиртовые лосьоны в продаже. Для того, чтобы мы могли оперативно отреагировать по всем фактам, которые продолжают выявляться в неуполнении данного постановления, сообщать о местах реализации, если будут выявлены, где реализуется спиртосодержащая непищевая продукция. Особенно это касается остановочных киосков. Результаты проб воды, воздуха и почвы с полигона промышленных отходов в Турлатове будут известны не раньше, чем через 10 дней. Сегодня с инспекции на территорию бывших очистных заводов «Химволокно» отправилась комиссия, в которую входят правоохранители, надзорные органы, общественники и журналисты. Как их встретили на предприятии, расскажет Ирина Целикова. – Объекты локалибри здесь? – Экопром. – Экопласт. – Так, собственникам, значит, смотрите, бумага, проверка у нас. Средства массовой информации вы пропускаете сами? – Нет. Попытка попасть на промышленный полигон в Турлатове напоминает штурм неприступной крепости. Массивный забор, колючая проволока, камеры видеонаблюдения по периметру надежно охраняют объект от посторонних глаз. Внутрь пускают только представителя природоохранной прокуратуры. – Сейчас будет осмотр территории полигона с целью установления изложенных в обращении фактов. После чего будет дана соответствующая правооценка законности деятельности либо без деятельности на данной территории. Тогда в небо взмывает квадрокоптер. С высоты птичьего полета отлично видно, что происходит по ту сторону высокого забора. – Дорога наезжена больше, вот сейчас я вам покажу. Здесь вот что-то выбрасывает и, походу, разравнивает. – Видно, что каждый день сюда ходят машины, привозят серную кислоту, концентрированную, отработанную, 77%. Это второй класс опасности. Очередной факт ввоза опасных отходов здесь фиксировали в начале января. Окончательно подтвердить эту информацию должны результаты экспертизы. А нарушения природоохранного законодательства здесь фиксировали не раз. Вести впервые подняли эту тему в 2009 году и возвращались к ней неоднократно. За эти годы на полигон незаконно было завезено более тысячи тонн пестицидов, ядохимикатов и нефтепродуктов. Все проведенные отборы проб подтверждали – полигон наносит колоссальный экологический урон окружающей среде, как бы не уверял в обратном его собственник. Он соответствует всем эпидемиологическим, санитарным заключениям Ростехнадзора и никакого вреда не наносится окружающей среде. За шесть лет различные суды выносили решение о приостановке деятельности десятка фирм, которые занимались утилизацией опасных отходов. По факту полигон продолжал работать, как ни в чем не бывало, но уже под другим юридическим лицом. И привлечь их к ответственности за предыдущие нарушения было уже невозможно. Указанные организации, которые имели отношение к размещению отходов, имели соответствующие лицензии на занятия определенным видом деятельности. Но когда мы начали глубоко вникать в суть этого вопроса, то оказалось, что эти лицензии в целом дают возможность размещать бытовые отходы, промышленные отходы, но не первого и четвертого класса опасности. К слову, сделку купли-продажи промышленных сооружений уже пытались оспорить в суде по инициативе областной прокуратуры. Безуспешно право частной собственности оказалось важнее право рязанцев на благополучную экологию. Ирина Целикова, Юрий Косоротов, Вести, Рязань. Снегопады возвращаются. Прогноз погоды в ближайшие дни обещает осадки. Коммунальщикам, которые еще не ликвидировали последствия предыдущего разгола стихий, вновь предстоит работать в усиленном режиме. Снег убирают не только в областном центре, но и в районах. Так, в Михайлове снег вывозят на полигон, который находится в 6 километрах от города. Всего в службе благоустройства 18 машин, включая резервные. С начала января они вывезли около 800 кубометров снега. Сейчас в данный момент работает у нас 8 единиц техники. Тяжелая техника, КДМки. В частности, посыпаем труднодоступные и спуски подъемы перед перекрестками. Досыпаем. Далее вывозим снег. Чтобы перевести помещение в разряд нежилоба, потребовались мертвые души. В одном из домов в центре Рязани предприниматели захотели организовать бизнес. Для этого потребовалось согласие жильцов. Те отказались подписывать документы. Тогда в разрешительной инстанции бизнесмены предоставили протокол собрания, где подписи поставили люди, которых, как выяснилось позже, уже давно нет в живых. Ситуации с элементами гоголевской повести разбиралась наша съемочная группа. В ноябре прошлого года жители 37-го дома по улице Высоковольтная тогда начали борьбу с предпринимателем, который решил открыть бизнес на первом этаже многоэтажки. Все жители против этого. Во-первых. Во-вторых, то, что они сломали все перегородки в данной квартире, это одно. А второе, никакой шумоизоляции они не производили. То есть будет посторонний шум. По существующему законодательству, перевод жилого помещения в нежилое требует серьезной юридической подготовки. Если затрагивается общее имущество, предпринимателю необходимо опросить всех жильцов. И только при согласии большинства можно приступать к перестройке помещения. В этой бумаге прописано, собрание проведено. При 40 голосующих лишь 6-ро против. Жители дома в недоумении и называют результаты не иначе, как циничным обманом. Квартира первая, два года умерла. И хозяин там уже другой, молодой человек. Еще какие такие квартиры? 12-я квартира. 4 года как умер, вот в мае и будет, Лачан Вадим Петрович. И жена умерла? Да, жена давно уж умерла, да. Там даже квартира у нас пустая, никого там нет. Еще какие квартиры? Значит, 40-я, Потапова Татьяна Васильевна. 5 лет как умерла будет в феврале. И 50-я квартира, деревенская, тоже умер полтора года назад. Но и те собственники квартир, которые сейчас живут и здравствуют, отрицают, что расписывались в документах. Правда, доказать это рязанцам пока не удается. Обошли все, что можно, и не по одному разу. А что сказали? Отвечают то, что у нее все подписано, бумаги были, все пакет документов она предоставила в администрацию. А то, что фальшивые документы или нет, они там не проверяли. Противостояние жильцов и предпринимателя длится уже несколько месяцев. Собственник помещения говорит, готова пойти на мировую, но не признает, что документы подделаны. Я, к сожалению, не занималась этим протоколом. Я нанимала человека. Мне оказывали эту услугу по проведению общего собрания жильцов. А вы узнавали, как прошло собрание, сколько человек пришло, кто подписывал документы? Я, к сожалению, правильность проведения этой процедуры на тот момент, я не знала, как его проводить. Юристы объясняют, выход из сложившейся ситуации, напоминающей Чичиковскую историю, все-таки есть. В данном случае собственнику жилого помещения необходимо обратиться в суд об оспаривании законности данного документа. Если суд примет решение, что данный документ незаконен, то это уже является основанием для приостановки перевода жилого помещения в нежилое. Как получилось, что в различных инстанциях приняли документы с мертвыми душами, теперь предстоит выяснить суду, иск жители уже подали. Жанна Алпатва, Валерий Чикин, Станислав Фербицкий, Вести, Рязань. Россияне отмечают крещение купанием в Иорданих. Погружение в воду, которая в эти дни считается святой, началось еще накануне ночью и продолжилось сегодня. Традиционное, самое популярное место у рязанцев на крещение – святый Аннобогословский мужской монастырь. В Почпе сегодня не протолкнуться, люди едут окунуться в святой источник и набрать воды из родника. Елена Макарова побывала на месте. Ежегодно Аннобогословский монастырь посещают огромное количество туристов, но именно в праздник Богоявления. Вот эта тропинка к святому источнику больше становится похожа на людской поток, который целый день не иссякает. С бутылками, фляжками и даже канистрами второй день подряд верующие спешат набрать крещенской воды. Мы приехали с Коломны, с Москвы, с Астрахани приехали к вам сюда. За святой водой, святые места. Лишь дважды в год в сочельник и сам праздник Богоявления. Воду освещают по особому великому чину. В Почпевском монастыре это происходит на святом источнике. В Почпевском монастыре сооружается небольшой ледяной помост, где верующие и набирают воду. Сегодня крещение. Великий праздник. Эта вода в течение года не портится. Ее можно добавлять в пищу. Когда заболел, можно ей обтирать тело, умываться. В сам праздник крещения пить эту воду можно хоть целый день. В другие же лишь натощак. И относиться к такой воде следует с особым благоговением. Кстати, если эта традиция закреплена церковным уставом, то вот к крещенским купаниям отношения в церковной среде неоднозначные. В памяти о том, как Христос крестился в Иордане, сначала на Востоке появилась традиция в этот день ходить на тот самый Иордан. И после чьи на освещение совершать погружение. Затем практика перекочевала на Русь. Но кроме символического значения, никакого сакрального смысла она не несет. Для того, чтобы работал организм хорошо. И чтобы вера и ангел-хранитель тебя охранял. Когда ныряешь в прорубь, ощущение, что вот все плохое из тебя уходит, и все хорошее, и что-то новое. Ну, есть ожидание того, что все лучшее будет впереди. Как показывает практика, именно на праздник крещения многие люди и приходят к вере. Прикосновением к ледяной январской воде, ощутив и осознав, что это главное. Елена Макарова, Сергей Грамотиев, Вести, Рязань. У меня на этом все. Сразу после нас продолжение сериала «Склифосовский». Главный герой Брагин сам становится пациентом. У него отслоение сетчатки глаз. Сможет ли доктор продолжать работать, узнаем из новых серий. Смотрите очередные две сразу после нас. Приятного просмотра и до встречи в Вестях. По данным ядрами Центра России, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области минус 7-9, в Рязани 6-8 градусов мороза. Днем по области минус 1-3, в Рязани 0-2. Субтитры подогнал «Симон»